Привет! Сегодня я буду делать то, что делают в основном все ютюберы. Буду учить вас вещам, в которых сам нихрена не понимаю. А именно, буду учить вас выбрать свой самый первый самолет. Я Саня, вы на канале Айру. Погнали! Всего меньше года прошло, как я начал заниматься моделями с фиксированным крылом. Это всякие самолеты, крылья. И у меня уже есть некоторый опыт, и я хочу, спешу с вами поделиться, потому что очень многие спрашивают, какой самолет выбрать новичку, какой это лучший самый первый самолет, как научиться, как войти в это хобби, если кто-то хочет не после квадов, а вообще начать с самолетов. Итак, давайте разберемся, что вообще к чему. Сразу хочу оговориться, что я рассматриваю это хобби как FPV-полеты, полеты от первого лица с использованием очков, шлемов, мониторов, чего-то такого, видеопередатчика, полетника, телеметрия, OSD, вот это все. То есть, как бы такие инструментальные полеты, да, не визуальные. То есть, я люблю не смотреть, а я люблю именно летать, как бы, вот, от первого лица. Просматривать буду все варианты именно как самолет для FPV-полетов, потому что если вы визуальщик или хотите визуально летать на каких-то копийных моделях, то, ну, этот видос не для вас, просто поставьте лайк и закрывайте. Ну, а с будущими, либо настоящими FPV-шниками мы продолжаем. Самая основная причина, по которой люди не покупают самолеты или не пробуют летать на самолетах, это, ну, в принципе, их две причины. Это, если вы после квадов, то вам кажется, что самолеты летают нестабильно, оно все трусится, колбасится. И, как бы, да, это, в принципе, так. Но есть определенные условия, в которых самолеты летают идеальнейше стабильно. И если вы будете летать в тихую погоду, будете летать рано утром или вечером за несколько, там, часов до заката солнца и после заката сразу, то атмосфера намного более стабильная. И можно летать очень ровненько, без всякой вот этой болтанки. Но также многих и меня, в первую очередь, тоже смущало, что этот самолет негде будет возить. Это мне нужна была машина, у меня не было еще тогда машины. И, как бы, блин, ну, неудобно без тачки. Я думал, что вот все, никаким способом нельзя возить самолет. А сейчас, когда у меня уже куча самолетов, я даже планер свой, 1600 мм, я катаюсь на велике, я пристегиваю разобранный его к рюкзаку и просто еду на локацию и летаю. Летаю на достаточно большом планере. И хочу сразу развеять такой миф, что начинать надо с маленьких моделей. Нифига подобного. Начинать нужно именно с больших самолетов. Ну, самолетов, скажем так, среднего размера, потому что для меня большие самолеты это 2,5 метра и больший размах. Для кого-то большие уже, кажется, там, метровые самолеты. Так вот, начинать нужно с моделей размахом в метр и больше. В принципе, больше ограничений особо нет. В идеале это даже, там, под 2 метра это будет вот самое но. Потому что большие самолеты летают намного стабильнее, намного предсказуемее, более плавные и намного меньше шансов, что вы его расколошматите в первый же полет. Они больше, более летающие. По этой самой причине я не могу рекомендовать, как первые летающие аппараты крылья и всякие мелкие, там, планеры или, не дай бог, там, реактивные, быстрые, там, модели. Ну, не реактивные, я имею в виду, там, на фенах, на EDF двигателях. Те модели, которые требуют очень большого мастерства, особенно, там, при посадке. Крылья, они не очень стабильные, они не дадут вам экспириенса пилота, потому что у крыльев ограниченная путевая устойчивость. По курсу они более болтающиеся, они хуже планируют, ну, в основном. Не все крылья, и есть крылья, которые планируют прям очень хорошо, но в основном, как бы, крылья планируют похуже. С крыльями вы, как бы, ну, можете не получить вот этого опыта хорошо летающей, хорошо настроенной модели, и вас может это просто оттолкнуть от хобби, и вам покажется, что, блин, фиксированные крылья, это не мое, и лучше, там, останусь на квадриках, либо, там, на вертолетах. Ну, чем вы, там, занимались машинки, вообще, вязание. Я настоятельно рекомендую первым самолетам выбирать планер. Планер, они часто называются тренеры. Я, наверное, выбрал один из самых лучших своих самолетов в качестве первого, в качестве самолета, на котором я вообще учился летать. Я, блин, очень жалею, что я его продал. Это Ranger 1200, и, ну, единственное, наверное, что может быть лучше, в принципе, плюс-минус столько же стоит, это Ranger 2000. Это самолет с большим размахом и более удобным, намного более удобным фюзеляжем для монтажа всякого оборудования. Это планер с толкающим винтом, который отлично летает, у него есть руль высоты, руль направления, элероны, то есть у него есть все органы управления, вы сможете получить полный экспириенс контроля самолета, опыт такой, как он должен быть по управлению самолетом, то у вас только правый стик используется, то есть у вас есть только руль, вы можете элеронами управлять и рулем высоты. Они там миксируются с помощью двух рулевых поверхностей. Также большой самолет для обучения очень хорош тем, что его банально хорошо видно в небе. Если вы в случае там какого-то отказа, либо хотите просто научиться летать визуально, большой самолет видно. Если вы визуально летаете на квадрике или вертолете, вы летаете где-то рядом с собой. Самолету нужно пространство, хотя бы там 100-200 метров вокруг себя летать, поворачивая все время. И вам, конечно же, нужно видеть эту штуку, видеть просто вот весь самолет, куда он направлен носом, какой у него там сейчас крем, чтобы можно было им безопасно управлять. Поэтому все мелкие крылья, либо самолеты, тот же дарт, дрифт, даже, наверное, наноталон. Наноталон тоже не подходит в качестве первого самолета, потому что у него все-таки небольшой размер, и он летает немножко как топор. Хотя летает он нормально, но как бы он очень такой, не очень хороший планер. И V-tail относительно сложный в понимании, в настройке, но в принципе разобраться можно. Из V-tail, наверное, мини-талон будет идеальный вариант. Он как и первый, и второй, и третий самолет какой-нибудь. Это очень эффективный самолет для дальних полетов, и он нормальный для обучения. Напоминаю, что все эти модели я рассматриваю как вариант использования с полетником и FPV. Я рассматриваю только вот хорошие FPV-платформы. Всякие копийные модели я бы не рассматривал как первый самолет, хотя у нашего Максима первый самолет был Корсар. Это вообще самый первый самолет, на котором он полетел. И это сразу 1200-миллиметровый Корсар с убирающимися шасси. Он очень доволен был. Самолет этот супер круто летал. И потом после долгих уговоров я, ребят, пересадил на планеры. И сейчас у нас у всех Фениксы, ну почти у всех. Планеры с тянущим винтом. Это, наверное, вторая категория самолетов, которая хорошо подходит новичкам. Не стоит слишком опасаться того, что вы разобьете, сломаете винт или что-то вот такое. У этих систем, по крайней мере, у Volantex очень крепкая вот эта штука с винтом. Она выдерживает довольно жесткие посадки. У меня корпус пластиковый разваливался, куда вставляется двигатель. Вот сам этот ПВХ-шный формованный фюзеляж. Мне пришлось его клеить. А с винтом, с коком винта, с вот этой системой крепления, с мотором вообще все идеально. В принципе, все рекомендованные самолеты и начинку я оставлю в описании. По поводу начинки сейчас коротко пробегусь. Я рекомендую использовать два полетника только для самолетов, если вы конкретно по самолетам хотите. Три даже полетника. Три. Это все время забываю. Вот этот вот 10-дов полетник вот такой вот и два матековских полетник 405 Винг и 411 ВСЕ. ВСЕ это маленький полетничек для небольших каких-то моделей и 405 Винг это побольше полетник с большим количеством портов и ПВМ-выходов для моделей побольше. В принципе, ничего вам не мешает использовать большой полетник на маленьких моделях и маленький на больших. Ну, разве что там ограничения какие-то по размеру или по удобству монтажа. Самый, наверное, такой универсальный вариант это 411 ВСЕ. Они стоят все примерно одинаково, только вот этот вот Винг 10 ДОВ он как бы подешевле чуть-чуть. Это полетники, которые многократно проверены, у них нормальные датчики тока, у них все как бы нормально работает. Они не сверх, конечно, качественные, потому что ничего супер качественного нету, брак тоже может попадаться. Но я вас хочу предостеречь от покупки полетников на седьмом процессоре, потому что много проблем с датчиками тока на полетниках именно с седьмым процессором. Там бывает просто нельзя настроить датчик тока, либо там скачет ток или еще что-то. Это неудобно, куча геморроя и седьмой процессор абсолютно не нужен, чтобы использовать iNav. Ну вообще, в принципе, седьмой процессор абсолютно не нужен, это как бы чистый маркетинг, но как бы кто-то думает, что вот запас мощности, он что-то решит. Нет, на самом деле ничего не решит, но кому-то может легче, если у него там будет 500% а не 300% запас мощности. По поводу GPS. Для самолетов не нужны компасы, поэтому нам нужен самый простой BN-180 GPS модуль, самый надежный, самый безотказный, 20 спутников, точность в 1 метр. Ну, короче, это вот все, что вам нужно, это BN-180. С этим GPS, современные версии iNav, начиная там от 24, они работают без настройки вообще GPS как такового. То есть вот частоту обновления, с этим всем, все хорошо синхронизируется, все совпадает, поэтому вы просто подключаете этот GPS правильно и все, летаете. У вас автопилот уже сразу летает, у вас самолет не летит змейкой, у вас не будет никакой вот этой херни. Ну, скорее всего, если, конечно, очень плохо настроены пиды, то самолет может из-за этого лететь змейкой. Но, в принципе, автопилот будет работать хорошо и лучше GPS модули не нужны. Не парьтесь с этими мотековскими там модулями GPS по 30 долларов, я уже несколько раз так говорил, они абсолютно не нужны и никакого прироста в навигации, в качестве там GPS приема сигнала у вас не будет. Вам нужен самый простой модуль, BN-180 самый простой модуль и он абсолютно работает. Вы выставляете только U-Blocks в INAV и все работает. Что касается FPV. У самолетов, ну так получилось, что есть крылья и FPV нужно, саму передающую антенну, нужно размещать таким образом, чтобы она была как можно выше. В идеале на хвостовом передней, чтобы она была намного выше всего, что есть на самолете, чтобы крылья не затеняли антенну, чтобы фюзеляж не затенял сильно антенну, чтобы при больших комбинациях расположения самолета, антенны и вас, у вас была абсолютно прямая видимость антенны. Так можно летать намного дальше и это ключевое преимущество самолетов перед квадриками, потому что самолет обычно может летать повыше, может летать подольше и может летать подальше, и самолет не имеет такой плотной компоновки, антенну можно далеко вынести, и поэтому ничто не мешает нам передаче видеосигнала, и в среднем самолеты летают намного дальше, чем квадрики с одним и тем же FPV-сетапом. Для меня какие-то рекордные полеты на квадрике, это было в районе двух километров, а сейчас обычный полет на самом любом моем самолете, это запросто просто взял и на 10 километров слетал, это вообще не считается, что я слетал там куда-то далеко, а рекордно, конечно же, можно лететь там и на 20 и больше километров. По FPV, ну тут частоты выбирайте сами, я топлю за 5.8, но как бы бытует мнение, что 1.3 как бы тоже нормально. По 1.3 у меня пока нету какого-то супер положительного опыта, оно работает, им можно пользоваться, но для меня 1.3 частота ставит больше проблем, чем решает, поэтому я пользуюсь 5.8. Это удобно, вы одели очки, вот у меня, кстати, такой пришел маленький переходничок, и теперь вот этот огромный поднос можно цеплять сюда, летать на много-много километров, имея просто вот это на голове, без всяких штативов, это удобно. Хочу сказать, что все, что я здесь говорю, это очень субъективно, и если вам реально что-то хочется купить, вам вот хочется вот этот самолет, и все, больше не могу, вот только мне этот, то, пожалуйста, берите, покупать нужно именно то, что вы хотите, и пользоваться тем, чем вы хотите, а не слушать всяких блогеров в YouTube. Я лишь делюсь своим опытом, и могу подсказать, как проще войти в это хобби, если вы точно еще не знаете, что вы хотите. Все модели самолетов, о которых я говорю, они бывают в версиях PNP, либо в версиях KIT. KIT означает, что вы получите просто пенопласт, ну и там все крепежи, возможно винты, там шасси, ну все, весь хардвер без электроники. А версия PNP означает, что у вас будет уже мотор, будут сервоприводы, и это зачастую уже все установлено. Для новичков, наверное, проще будет брать версию PNP, если вы не любите что-то пособирать и покрафтить, и не хотите углубленно разобраться во всем самим. И либо вы уже чувствуете себя подкованным новичком, и вы где-то начитавшись, например, насмотревшись меня, можете придумать, что вы возьмете KIT, но купите уже туда получше мотор, получше сервы. По поводу серв и моторов. Сервы желательно брать цифровые с металлическим редуктором, либо аналоговые с металлическим редуктором. Сервы с пластиковым редуктором могут не жить так долго, как сервы с металлоредуктором. И многие, разбирая сервы, видят, что даже сервы металлоредукторные имеют одну или две пластиковые шестерни. Это ничего страшного. Те шестерни, которые пластиковые, они не нагружены. Они на самом низу передаточных чисел стоят и крутятся быстро, и там нет каких-то нагрузок. И они обычно пластиковые только для того, чтобы уменьшить шум и уменьшить вес этой сервы. В основном все самолеты используют так называемые 9-граммовые сервы. Они различают... Это как бы такой стандарт размера и веса серв. Самые простые это вот такие вот синенькие прозрачненькие сервы. Они разных производителей бывают. Вместо 9-граммовых серв часто можно использовать 12-граммовые сервы. Это чуть более мощные сервоприводы с более мощными качалками. И на самолетах размером больше полутора метров, там может быть 2 метра, уже скорее всего сервоприводы будут 12-граммовые, либо еще больше. А на самолетах полтора метра и меньше, это скорее всего 9-граммовые сервоприводы. На всяких дрифтах, дартах это 5-7-граммовые. То есть чем меньше легче самолет, тем меньше, соответственно, сервы. И более мощная серва, она выдерживает больше нагрузки аэродинамические, когда нужно тянуть рулевую поверхность под большой нагрузкой. Например, когда вы крутите петли, пилотаж, там все такое. Если это все не предполагается, то возможно даже пластиковые сервы в вашем PNP комплекте будут нормальные. По поводу моделей ZOFT и Sonic Model, скажу, что PNP у них очень прикольные. И их можно брать PNP-версии, даже если вы хотите серьезно летать. Берете любой NanoTalon, либо Dart Drift, вы смело берете PNP-версию, там уже будет отличный Sony Sky мотор, будут хорошие цифровые сервы. В NanoTalon это цифровые сервы еще и с металлоредуктором в новом EVO-версии. Ну то есть как бы даже тот же Sonic Model Binary, который очень хороший начальный самолет, то есть это хороший самолет для новичка и хороший самолет для опытного пилота. Двухмоторник, но он понятный, и он хорошо летает, управляется, он очень стабильный ветер. Если у вас ветрено, то, наверное, Sonic Model Binary будет вообще предпочтительнее всего из всех моделей, потому что он очень мощный, у него достаточно большая нагрузка на крыло, он не очень, скажем так, обтекаемый, но за счет большого веса, большого веса аккумулятора, который он может взять, он может лететь очень стабильно в сильный ветер. Итак, что же я рекомендую для новичков? Ну, во-первых, посмотрите самолет, который вам нравится внешне. Если вам не нравится внешний самолет, ну, наверное, не стоит его покупать. И если вообще вам не нравятся самолеты, то даже как бы не стоит этого делать. Но если вам нравится, как выглядит модель, то вам будет и приятно на ней летать, даже если это может показаться не совсем начального уровня модель. И многие начинали покупать дарт мелкий, или там вот сейчас многие купят дрифт, это будет их первый самолет, и они полетят и будут счастливы, довольны. Многие, конечно же, разобьют и подумают, что, блин, это все фигня. Либо будут летать в какой-то сильный ветер, у них не будет ничего получаться, их там будет сильно трясти, колбасить. Нюансы есть. Это не квадрик, он не летит абсолютно стабильно в активной атмосфере, но самолет дает вам ощущение полета, которое не сравнится с квадриком, а другая механика, другая физика полета. И если вы хотите попробовать что-то новое, или вы вообще хотите просто что-то попробовать, то можете начать с самолетов. Надеюсь, я немножко расставил точки над им. Меньше смотрите YouTube, меньше смотрите обзоры, а просто берите, покупайте, начинайте с чего-то летать. Кому-то даже будет интересно самому там с потолочки склеить, или с какого-то там ЕПП склеить модель и полететь, даже с коробки из-под пиццы и полететь. И это замечательно. Я надеюсь, что больше людей придет в небо, в моделизм, пускай это будут квадрики, самолеты, блин, да хоть лодки, машинки, что угодно. И это замечательное хобби для таких вот взрослых мальчиков, кому за 8 уже. Спасибо за просмотр. Новички могут оставить свои вопросы в комментариях под этим видео. Также вы можете задавать мне вопросы на любые темы, под любым моим видео. А опытные пилоты, я думаю, оставят какой-то одобрительный комментарий. Сашка, спасибо тебе. Блин, мы сами вот начинали. Напишите, как вы начинали, у кого вообще, какая первая модель была. У меня, напомню, это был Ranger 1200, потом появился на Наталон. И потом вот понеслось, сейчас уже, я не знаю, сколько их там, штук 7-8, наверное. Так что все, не забывайте, есть телеграм-канал, ссылка есть в описании. Там всякие инсайды, новости, новинки и никакой фигни. Все это сделали, поставили лайк. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok